МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главные спортивные события дня в студии Сергей Мирошниченко. Футбольный клуб Ростов намеревается дать бой одному из грандов отечественного чемпионата. После ошеломительного успеха в Санкт-Петербурге подопечные Меодрага Божевича намерены отобрать очки у московского ЦСКА. Подробнее о подготовке «Желто-синих» к предстоящему поединку вы узнаете в нашем следующем сюжете. Наставнику «Желто-синих» Меодрагу Божевичу есть над чем задуматься. Какую тактику избрать на игру с действующим чемпионом? Задачи у команд разные. Московские армейцы бьются за место под солнцем в элите отечественного футбола. Ростовчане стараются закрепиться в десятке. Настрой в стане ростовчан позитивный. Команда готова дать бой армейцам и взять реванш за поражение в первом круге. У нас сейчас, могу сказать, очень хорошее настроение. Все прекрасно понимаем, что очень важная игра будет и для ЦСКА, и для нас. Наверняка будет трудно, но надеемся, что стадион будет полный. Настрой в команде запредельный. Даже клубный фотограф работает, не покладая рук, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в Донской столице. В команде каждый понимает, что ЦСКА соперник не из легких. Хотя ростовчане уже знают, как обыгрывать фаворита. В прошлом туре желто-синие сотворили маленькую сенсацию, одолев зенит на Петровском. Но эта победа уже забыта. И сейчас все мысли только об игре с армейцами. Мечты о том, что подопечные Леонида Слуцкого приедут уставшими после матча Лиги чемпионов, отметаются сразу. Это команды, которые привыкли играть в таком режиме. Так что надеемся на усталость, но надеемся в это, что мы здесь можем обыграть любого противника, если мы будем сконцентрированы и подготовимся как надо. Ростовчане готовятся к матчу с ЦСКА в обычном режиме. Лазарет команды пуст. Главная ударная сила желто-синяк Дюба и Джано в полном здравии. В стане ростовчан есть футболист, который не понаслышке знает о будущем соперники. Александр Васильев является воспитанником армейской школы, но теперь он по другую сторону баррикад. Полузащитник уверен, что дисциплина – это залог успеха в игре против ЦСКА. Прежде всего, играть дисциплинированно, держаться в установке тренера, играть с высокой самодачей, делать все то, что задумали, и думаю, все получится. Продолжит ли свое триумфальное шествие подопечный Меодрага Божевича, узнаем совсем скоро. Матч Ростов-ЦСКА состоится 2 декабря на стадионе «Олимп-2». Начало в 17.00. С переменным успехом выступили ростовские хоккеисты в очередном туре чемпионата РХЛ. В противостоянии с лидером первенства с Валенским Славутичем подопечные Григория Пантелеева поделили очки. В первой встрече между этими соперниками исход поединка решался в серии послематчевых буллитов, в которой точнее оказались ростовчане 5-4. У Кондора в дублем отметился Андрей Мартынов и по одной шайбе на свой счет записали Данил Бочкарев и Евгений Кислов. В ответной встрече лидер, сделав соответствующие выводы, взял убедительный реванш 9-1. У ростовчан гол престижа на счету Юрия Жданова. В следующем туре 6 и 7 декабря Донской коллектив на своем льду скрестит клюшки с хоккейной командой «Тамбов». А на сегодня все. Поддерживайте донских спортсменов. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!